Тында простилась с мэром города, а Марк Шульц скончался в пятницу 14 декабря. Его похоронили на старом тындинском кладбище рядом с могилой его отца. Старейшему градоначальнику России было 77 лет. Проститься с Марком Борисовичем пришел практически весь город. На похоронах были и амурские власти, губернатор области Олег Кожемяка, политики, главы муниципалитетов. Как нам стало известно, Марку Борисовичу стало плохо на рабочем месте. Спустя некоторое время он умер у себя дома, остановило сердце. За несколько часов до трагедии Марк Шульц дал интервью нашему корреспонденту. Последнее в своей жизни. В пятницу 14 декабря Марк Шульц встретился с журналистом информагентства «Порт Амур». Говорили о переселении из ветхого и аварийного жилья. Это интервью стало последним в жизни Марка Борисовича. Он отметил, десятилетие вопроса переселения оставался риторическим. И лишь два года назад его начали решать. На сегодняшний день уже сдали в эксплуатацию два дома. Покупали квартиры и на вторичном рынке. Более сотни тындинских семей за последние годы отметили новоселье. Об этом я, например, писал во всей инстанции во время Ельцина. Потому что я с самого начала был. Я был в Белом доме два раза. Я был в Москве с депутатами, хотя я там бываю очень редко. Несмотря что у меня там дочь и внук. И, значит, все-все-все написано. Море эти все переписки. Но, наконец, я говорю, все-таки дело сдвинулось. И тут уж все равно надо сказать спасибо Путину и нашему губернатору. Естественно, он в основном добивался этого дела. И потом уже от меня Медведев услышал, как это произошло. Через несколько часов после интервью водитель мэра отвез Марка Шульца домой. Вечером Марк Борисович позвонил врачу и пожаловался на боли в сердце. Несколько часов спустя медики констатировали смерть из-за остановки сердца. Проститься с Марком Шульцем пришли тысячи тынденцев. Приехал и губернатор области Олег Кожемяка, и представители правительства, законодательного собрания, главы муниципалитетов. Это поистине был человек высокопорядочный, честный, открытый, с большой долей юмора и обаяния. Его целеусемленность, настойчивость в достижении поставленных целей во имя Тынды, во имя БАМа, порой пробивали самые неприходимые стены. В 17 лет Марк Шульц руководил Тындой. Он был заслуженным строителем РСФСР, почётным дорожником, почётным гражданином Тынды. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья была одной из главных целей его жизни. И старт был дан. Вот только на финишную прямую северная столица Преамурья выйдет уже без своего практически бессменного городоначальника. Марка Борисовича похоронили на старом кладбище Тынды рядом с могилой отца. За короткое время, находясь ещё на лестничной площадке возле его квартиры, потому что пока не сам не убедишься, трудно было это поверить. Когда уже поступали звонки, звонили бывшие жители из Москвы, звонили с Краснодарского края. Эта новость действительно оглушила, наверное, всю страну. И когда мы на сайтах читаем, и там написано, умер самый старейший мэр России. Ну так и есть. И самый мудрейший, наверное. Светлана Сотникова, Екатерина Чуленкова, Евгения Пащенко, Фаина Мухина, Юрий Рыжов, Дмитрий Анишко. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова